Дети Путина – самые охраняемые на Земле. Теперь мы знаем, как они живут, сколько генералов арестовано в российской армии и как закончилась жизнь морского разведчика. Трагедии и катастрофы этой недели. Всё расскажем как есть. Эта передача самая важная. Меня зовут Иван Жданов. И чтобы мы начали, нужно только одно – чтобы вы нажали на кнопку лайка этой передачи и больше ничего. Поехали! В молодости у Алины Кабаевой был молодой человек. Известный на всю страну певец Мурат Насыров. В 2007 году Мурат Насыров погибает, упав с балкона пятиэтажного дома. В 2008 году в жизни Алины появляется другой человек. Это шоу «Сто вопросов взрослому». Смысл передачи – честно, ничего не скрывая, ответить на вопросы из зала. Алина старается, немного волнуется, голос иногда дрожит. Все-таки речь зашла о самом важном в ее жизни, о ее избраннике. Тогда, в 2008 году она говорит, что нашла человека, с которым хочет провести остаток дней. Кто этот молодой человек? Все-таки задала это вам. Это молодец. Молодой человек, отличный. Которого я очень люблю. Собрать все-таки пришлось. Молодой человек – совсем не молодой. А буквально через пару недель вся страна узнает его имя. Это Владимир Путин. На тот момент ему было 53 года, и он вообще-то глубоко жена. Вы могли бы увезти мужа в семье? Если есть уже проблемы в семье, и мужчина смотрит на другую женщину и общается с другой женщиной, а не с женой, значит, уже проблема состоялась. Газета «Московский корреспондент» выйдет с заголовком про тайную свадьбу Путина и Кабаевой и поплатится за это своим существованием. Новость, которая другому могла бы показаться проходящей сплетней, приводит Путина в ярость. Существует частная жизнь, вмешиваться в которую никому не позволено. Я всегда отрицательно относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями летит в чужую жизнь. С тех времен Путин привык гриппозные носы вырывать с корнем за одно только движение в сторону его личной жизни. Ни один секретный военный объект, ни одна лаборатория или склад ядерного оружия не охраняется им так же усердно, как тайная семья. Но знаете, по секрету не получилось. Разве что по секрету всему свету. О связи Путина с Кабаевой говорили все эти годы. Во многом потому, что молодой человек сам постоянно пристраивал свою пассию на видные места. Скажите, а что в последний раз, какой подарок был последний от вас? Аляска. Дубленка такая с Аляска смехом. Очень красивая. А вам какой последний подарок? А мне какой последний подарок? Как бы не ошибиться и вспомнить. Заколочка красивая. Заколочка. Так мило. Алина не сказала, но тогда к этой заколочке прилагалось что-то покруче. Кресло депутата Госдумы, например. Еще перелеты на самолетах Тимченко. Квартиры для мамы, сестры и бабушки. В какой-то момент Кабаева поняла, что кресло депутата ей жмет. Она создана для чего-то еще большего. Все эти заседания – это такая скукота, согласитесь. За семь лет депутатства Кабаева внесла пять законов. И то это она так подписалась за компанию. Все-таки придумывать законы – не ее. Вот в Думу я прихожу работать. Путин сказал, ни слова больше дорогая. Вот тебе целый медиахолдинг. В 2014 году Кабаева становится ни много ни мало главой национальной медиагруппы. Это добрая половина всех телеканалов, в том числе СТС, РЕН-ТВ. Но годом позже уже сама Кабаева сделает Путину самый дорогой подарок. И, конечно, главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода человеческого. Швейцария, город Лугана. В больнице Сант-Анна-Суета на свет должен вот-вот появиться очень особенный ребенок – первенец Алины Кабаевой. Узкий круг персонала знает, кто она такая и знает, кто отец ребенка. Радостную новость он встречает словами «Ура! Наконец-то мальчик!» Через пару лет эту историю малолетний Иван Путин будет рассказывать своим гувернерам. Он и его брат Владимир, еще один сын Путина и Кабаевой, проведут большую часть жизни фактически в заточении. Кроме бесконечных нянь, учителей, гувернеров и вышибал из ФСО, они никого не видят. Историю двух сыновей Путина и Кабаевой на этой неделе рассказал Центрдосье. Отличное расследование, которое доказывает, что Путин не только страну поместил в изоляцию, но и собственных детей. В объявлении по найму сотрудников так и говорится. Семья живет в изоляции. Правила строгие. Покидать территорию запрещено. Передвижение строго по заданному маршруту. У сыновей Путина внушительный состав прислуги. Это десятки человек. Вот только ужиться с августейшим семейством удается не всем. В штате нянь и гувернеров буквально текучка, поэтому новых сотрудников набирать часто. И вот что удивительно по объявлению. Было бы сложно поверить, что Путин может вот так подпустить к своим детям кого-то с улицы. Но это не совсем так. Этапы отбора серьезные. Нужно пройти кучу собеседований и обязательный карантин. Наконец нанимают гувернеров, заключая договор с особой клиникой, где лечатся приближенные Путина. Да и в конце концов, с реальными родителями прислуга не видится. Матерью для них прикидывается другая женщина. Сообщения передаются анонимно. Что говорить о прислуге, когда дети собственных родителей почти не видят. Так же, как у прислуги, их маршрут строго определен. Летом резиденция на Валдае, зимой Сочи, Красная Поляна. Иногда отдыхают на яхте Грейсфул. Причем на воде их сопровождает сразу несколько яхт. На одной дети учатся, на другой ездит персонал. И, наконец, на самой большой Кабаева проводят время с сыновьями. Иногда к ним заезжает отец. В воздухе их перевозят частные самолеты и вертолеты, а по земле бронепоезд. Причем спецсостав, чтобы мальчикам было удобнее в дороге заниматься. В плане обучения у сыновей Путина тоже все строго. Когда люди общаются между собой в решении конкретных задач, которые жизнь перед ними ставит, возникает потребность изучения языка друг друга. И в Китае, кстати говоря, тоже растет интерес к русскому языку. А у нас к китайскому. Члены моей семьи, говорят уже, маленькие, на китайском языке. Говорят, свободно. Тут, видимо, Путин о внуках говорит, потому что Ивану и Владимиру набирали учителей английского и немецкого. В приоритете были носители языка, но с паспортом Южной Африки. Все недружественные граждане, проходите мимо. Тут хоть в чем-то Путин последователен. Спорт тоже обязательная часть жизни мальчиков. Как мама, они занимаются гимнастикой. Как папа, иногда играют в хоккей. Иногда на лед со старшим сыном выходит сам Путин. Эти редкие встречи Алина с младшим наблюдает из отдельной закрытой ложи, чтоб прислуга не видела. То, что у мальчиков есть личный повар, водитель, пилот, это даже не обсуждается. Да и в целом любые хотелки детей в рамках условий безопасности выполняются. Кажется, у сыновей Путина нет только одного. Того, за что мы все любим и вспоминаем детство. Нет общения со сверстниками, нет родительской теплоты, нет детской свободы. Честно, мальчиков по-человечески даже немного жалко. Они хоть и живут в золотой, но все же клетки. Чего не скажешь об их родителях. Алина Кабаева может лучше всех в мире прыгать с мячиком и лентой, но быть депутатом, тем более рулить огромным медиахолдингом, только потому, что она любовница Путина? С какой стати? Окей, родили они детей. Да ради бога, рожайте, сколько влезет, но почему за наш счет? Его дети живут на госдачах, летают на самолетах Газпрома. Только одну яхту, где они иногда отдыхают, ремонтируют за 32 миллиона долларов. Еще много упустил, на самом деле, квартиру бабушки Кабаевой, ее сестры, ее мамы. Не посчитал бывшую жену и двух дочерей взрослых, у которых свои дети. Не сложно даже представить сумму, в которую нам обходится семейство Путиных. Не зная прошлого, невозможно понять смысл настоящего. Это говорил Максим Горький. Ну и нам с вами, для понимания событий, будет полезно заглянуть лет на сто назад. Посмотрите вот на это фото. Оно было сделано в 1927 году, во время совещания командующих войсками округов. На снимке 13 высоких военачальников, в том числе Михаил Тухачевский. Тогда он еще не был маршалом. Через 10 лет наступит пик сталинских репрессий. Из 13 людей на фото, 9 будут расстреляны. Маршала Тухачевского обвинят в заговоре и будут пытать долго и мучительно. Он напишет листок с признанием, где будут видны бурые разводы. Это пятна крови. Вместе с ним, по сути, всю верхушку Красной Армии расстреляют. Это будет только начало. Командиры корпусов, дивизии, бригад, их заместителей началась цепная реакция. За один только 37-й год репрессирует 11 тысяч человек. И только в армии. Позже историки докажут, что никакого заговора, конечно, не было. Это все выдумки. Просто армия, так же, как старые большевики и НКВД, была силой, которая хоть как-то, в теории, могла противостоять Сталину. А это было угрозой. Кстати, очень скоро эта борьба с мифической пятой колонной выльется в еще большие жертвы. К началу войны командирами армии придется делать тех, кто пару лет назад командовал взводом. Армия будет разбита, демотивирована и небоеспособна. В наши дни Путина уже принято сравнивать со Сталином. Параллели так и напрашиваются. И тот, и другой больше всего ценят власть, строят политику на репрессиях и культе личности. Возможно, Путин по вечерам смотрит в зеркало и так и видит себя Сталином, когда отдает команду посадить очередного генерала или чиновника за решетку. Ведь цели у них со Сталином действительно схожи. Держать систему в напряжении, постоянно напоминать, кто тут главный. А то, знаете, был один, на Москву собирался со своей армией и ведь почти дошел. Путину пока не хватает, знаете, масштаба. Ну, то ли еще будет. А вот опальные генералы уже не те. Они проще, примитивнее, понятнее. Они не строят заговоры. Зачем так сложно? Ведь они пристроились прямо у копыт золотой антилопы. Бюджета на оборону. И все эти годы только и делали, что повторяли «Да еще, еще, еще». Вы, наверное, уже сбились со счета, сколько их там генералов сидит в темнице сырой или просто в отставке. А мы посчитали. 17 человек. Из них 11 арестованы. Из них трое это заместители Шойгу. Все началось с Тимура Иванова. Не гений, но и миллиардер и сердцеед. Он привык к жизни человека голубых кровей. Такой холеный. У Иванова было буквально все. Своя дворянская усадьба. Очень много денег и новая спутница жизни, которая, кстати, ушла к нему от другого зама Шойгу. В общем, все было просто супер. До апреля этого года Иванова доставили в суд прямо в военной форме. Мол, наблюдайте все, что с вами может быть. Вину Иванов не признал. В СИЗО он занимается тем, что постоянно просит отпустить его под домашний арест. Смотрите, у меня столько наград. Смотрите, да я же ветеран СВО. ЦЕЛЫЙ УЧАСТНИК БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. Наконец, он просто хороший. И он обещает, что никуда не сбежит. И куда уж теперь бежать. Тимур и его команда. Это те, кто вместе с ним строили парк Патриот. И теперь они вообще полным составом в тюрьме. Патриоты ограбили Патриот. Не перестаю об этом думать. Генерал Шестеров и полковник Ахмедов запели. Пошли на сделку со следствием. Они благополучно сдали Павла Попова, еще одного заместителя Шойгу. Сам Попов в СИЗО, но пока держится. Наверное, верит в силу дружбы с Сергеем Кужегеточем. Все-таки они погон к погону с конца 90-х. Разве можно взять и бросить друга в беде? Выясняется, что можно. Силу Шойгу пока хватает только, чтобы удерживать отпадение в бездну другого своего товарища Руслана Цаликова. Да, есть те, кому повезло. Кого просто пока отправили в отставку. Цаликову вроде как обещают кресло сенатора Тувы, кстати, родного региона Шойгу. Все остальные сидят в тревожном ожидании. Хотя порой так и не скажешь. Взять, например, Татьяну Шевцову, тоже уволенную заместительницу. Посмотришь на нее? Так она прямо расцвела после отставки. Виктор, очень много сейчас слухов входит о том, что вы уехали из России. Опровергните их, пожалуйста. Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире, где будут выступать замечательные пары, показывать свое мастерство и в нашем замечательном контактной площадке в Кремле. Это все неправда? Правда? Конечно, неправда. Буха, судьба. Спасибо вам большое. Надо же, какая случайная встреча! Какая цаца! Ходили слухи, что Шевцова сбежала во Францию, где у нее якобы своя вилла. Так вот, пришлось посылать журналиста, чтобы не выдать панику. Между тем, место Шевцовой уже занято. Такой же властной, хитро сделанной женщиной с одним маленьким преимуществом. Она племянница Путина. Анна Цивилева довольно бодро взялась за дело и получила целых два повышения. Сначала она стала замминистра обороны, а потом статс-секретарем. Совершенно непонятно, как она все успевает. У нее и фонд, и работа в Минобороны, и своя угольная компания. В потоке задач неудивительно, что она не успевает уследить за собственным сыном. Дмитрий Логинов позирует далеко не на фоне гор Красной Поляны. Для отдыха он выбирает Бельгию, Грецию, Испанию. И даже после начала войны он продолжил гостить у врагов. Только маршрут немного усложнился. Ну и этот список был бы неполным без ареста этой недели. Генерал Валерий Муминджанов, замглавы Ленинградского военного округа. Повод вы и так знаете. Интересно, что каждый раз у арестованных находятся дома, квартиры на сотни миллионов, о которых как будто бы никто не знал. А в документах все скромные такие. Кстати, Ленинградский округ был создан всего полгода назад. То есть каких-то 6 месяцев. И уже первые арестованные. Чистки, кстати, уже выходят за рамки Министерства обороны. Против бывшего замглавы МЧС на этой неделе тоже завели дело. Павел Барышев проявил фантазию. Он не просто взятку получил. Он подделал документы и получил квартиру за 20 миллионов. Задержан он или нет, неизвестно. Я начал свой рассказ со сталинских репрессий. Приведу еще один факт. В 30-е годы в НКВД царила настоящая истерика. Была даже волна самоубийств. Нет, чекистов не мучила совесть. Они просто не выдерживали этого напряжения, шарахались от каждого звука, думая, что за ними придут. Я подозреваю, что все бывшие коллеги Шойгу сейчас пребывают в схожем состоянии. Для них закончилось то сытое, то спокойное время. Теперь каждый рискует лишиться завтра всего. Но когда закрывается одна дверь, открываются другие. теперь мы имеем дело с новым поколением Минобороны. И что это мне подсказывает, оно не сильно отличается от предыдущего. Пять лет назад у берегов Норвегии был обнаружен необычный кит. Вот этого красавца обнаружили рыбаки. Он был оборудован специальной сбруей с прикрепленной видеокамерой GoPro. На то, что это необычная белуга, а спецагент указывал и то, что он оказался необычайно далеко от полярных широт. Правда, конспирация хромала, но крепление камеры было названием компании оборудования Санкт-Петербург. И норвежские службы заподозрили кита в связях с Россией. Все эти пять лет за ним наблюдали, возможно, даже собирались перевербовать, но внезапно кит умер. Теперь будет проведено специальное исследование, чтобы установить причины. пишут, что на теле обнаружены следы огнестрельного ранения. И трудно представить, что это случайность, что кто-то просто решил убить такого красавца. Норвежцы подозревают, что он собирал информацию, но пока не ясно, в гражданских или военных целях. И я не шучу, использование белук, комментировал даже штатный пропагандист комсомолки Виктор Баранец. Он уверяет, что киты лишь собирали информацию, но не выполняли боевые задания. Люди ко всему привыкают, и самые страшные вещи становятся рутиной, даже война. И все равно случаются такие страшные преступления, от которых весь мир в шоке. Резня в буче, удары по драмтеатру в Мариуполе и по вокзалу в Краматорске и пожилому дому в Днепре. Теперь в этом страшном ряду Полтава. 3 сентября двумя ракетами «Искандер-М» был разрушен военный корпус училища и находящаяся рядом больница. 54 погибших, почти 300 раненых. Минобороны утверждают, что в училище связи работали иностранные инструкторы, и они готовили украинских солдат. Как обычно, никаких подтверждений и нам просто предлагают поверить в каких-то иностранных наемников. Один из подлых приемов, чтобы оправдывать эту войну, это врать, что мы воюем с Западом. На самом деле не важно, были там только украинцы или еще кто-то. Военные или гражданские это люди, которые ни на кого не нападали. А это на следующий день уже был нанесен удар по Львову. Что там? Склад боеприпасов или опять иностранные наемники? Нет. Это обычный жилой дом, полностью разрушенный. Семь человек погибли, около пятидесяти ранены. Но ничто не мешает Минобороны снова врать, что уничтожен военный объект. И вот уже месяц, как продолжается операция ВСУ в Курской области. Каких-то существенных изменений на карте нет, а пропаганда рассказывает о зверствах ВСУ на занятых территориях. Я вот забыла, сейчас не могу вам сказать. В общем, украинцы, но Азов, вот эти, они зверствовали. Там есть еще другие бригады ВСУ, которые тоже зверствовали. Они отрезали головы старикам, мучили детей, убивали детей, которые люди, мирные люди, они пытались выехать, они также их расстреливали. У нас поселки, которые люди пытались выехать, они также их расстреливали. И что же это напоминает? Ну, конечно, историю про распятого на глазах у матери трехлетнего мальчика. Мальчика на доске объявления распялый. Это я лично своими глазами видел. Так, в 14-м году Первый канал разжигал ненависть к украинцам и смаковали подробности зверского убийства. А спустя семь лет даже героиня сюжета призналась, что никакого мальчика не видела. Я не хочу никого идеализировать. На войне нет святых людей и преступления совершают солдаты и часто это бывает обеих стран. Но отдельное преступление это врать о том, чего не было, чтобы разжигать в обществе ненависть. А вот правда о зверствах и убийствах мирных жителей России, которые не расскажут по телевизору. Это Владимир Александров из Нижнего Тагила, судимый за грабежи и изнасилования. Последний его приговор в 22-м году. И как вы понимаете, в тюрьме он пробыл недолго, был помилован и отправился в Украину. И потом вернулся, совершил новое страшное преступление. Изнасиловал и убил 11-летнюю девочку. Тело оставил в подвале дома, а сам поехал в Москву, чтобы заключить новый контракт. Тело девочки нашли спустя 4 дня. Александрова задержали в Москве в аэропорте. Он признался, что совершил преступление по пьяни. А вот это отец убитой девочки должен предупредить тяжелые кадры. Это хорошая дочка у меня сама хорошая была. Училась хорошо. Она не могу очень говорить. Самый хороший ребенок у меня был. Месяц назад у него умерла жена, а теперь путинский маньяк отобрал дочь. Хотелось бы, чтобы больше никогда не вышел на свободу этот маньяк. Но кто знает, может Путин снова решит, что педофил-убийца больше нужен в рядах армии. Другой случай уже в Омске. Бывший вагнеровец Сергей Козлов во время семейной встречи убил свою беременную девушку. Она сломала аудиоколонку и за это он забил ее до смерти. Эксперты зафиксировали 138 увечий. Завтра будет очередное заседание по этому делу и обвинение запросит ему срок. Кстати, на войну Козлов тоже отправился из тюрьмы. В 21-м он был осужден за нанесение тяжкого вреда здоровью. Я рассказываю эти истории не просто как криминальную хронику, не чтобы пощекотать нервы, а потому что это в чистом виде политика. Этих преступлений не было, если Путин не помиловал маньяков и убийц. Это он назначил их героями и называет новой элитой. И поэтому он является соучастником всех новых преступлений. Давайте подумаем, где сейчас должен быть Путин. Я думаю, что его место в приграничных регионах. Он наверняка должен встречаться с беженцами, с теми, кто потерял близких, дома. Объяснить им, как он довел ситуацию до войны внутри России. Ответить на их вопросы под камеры, с трансляцией, по федеральным каналам. Но Путин держится подальше от проблем и просто путешествует. На этой неделе он гостил в Монголии, сходил на праздник в честь 85-летия победы на Халхенголе. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, искренне рад вновь находиться на гостеприимной земле Монголии. Ну, это, вы знаете, 3 сентября в годовщину Беслана. Тешил самолюбие, устроенным для него царским приемом. И главное, чем заполнится эта поездка, тем, что Путина там не арестовали, несмотря на международное обязательство Монголии. И Путина, как мирового хулигана, тоже это порадовало, что закон к нему неприменим. И бедная, зависимая от России Монголия, прогнулась. Сегодня завершается трехдневное голосование. Выборы в нашей стране уже давно уничтожены. Военная цензура, репрессии сделали невозможным участие в выборах оппозиции. Но власть продолжает имитировать демократию, и это заслуживает внимания, чтобы понимать, в какой фарс все превращается в диктатуре. Вот, например, в Якутии единоросс прикинулся овечкой. Справа некий Терентьев, кандидат в главы района, сфотографировался на акции «Собери ребенка в школу». А это он же, но и без логотипа, ядра за спиной. Боится, что избиратели просто побьют. Ну, или как минимум никто за него не проголосует. Челябинск город суровый, люди там решительные, поэтому к баннерам ядра пришлось ставить охрану. Поводом стали несколько случаев, когда люди уничтожали агитации ядра. И правильно делали. Это партия Путина, партия коррупция, партия войны. Они сами уничтожили законную конкуренцию, поэтому с ними можно бороться любыми методами. По крайней мере точно любыми без насилия. Уничтожать агитацию да за милую душу. В Хабаровске кандидат в Гордуму от ЛДПР не стал ждать и решил напасть первым. Точнее, натравил помощника на мужчину, который не хотел впускать их в подъезд. Лидер ЛДПР Зайчутко Слуцкий сказал, что кандидату просто не хватило опыта, как вести себя в такой ситуации. Ведь ему всего 23 годика, а может просто не у тех учился. Если драка неизбежна, бить надо первым. Само голосование тоже прошло, как в цирке. В Башкирской деревне за первый час голосования явка 100%. Вот так это выглядело. Кажется, такое можно было снять только в издевательской пародии. В издевательской, потому что за всем этим нищета и бесправия, унижение людей и отсутствие перспектив. И все это прикрывает постановками с яркими национальными костюмами. Вот в Петербурге идиота Беглова приехала поддержать престарелая комсомолка Матвиенко. Хвалили Путина и друг дружку. А за ними надпись «Петербург это мы». Я знаю, как в Петербурге недовидят и презирают их обоих. Жалких, вороватых назначенцев из Москвы. Еще совсем недавно публично извинялись только перед Кадыровым. И всем было понятно, это способ подчинить и унизить человека. Одних заставляли извиняться прямыми угрозами. Другие сами понимали, что им так будет выгоднее. Потом жанр извинений на камеру вошел в обиход. Ивлеева извинялась за голую вечеринку перед всей страной. Продвошу извинения перед всеми, перед обществом и перед своими гостями. А также Киркоров, Билан, Лолита и все остальные. Вы помните. Потом Ольга Бузова извинялась перед Родиной за свой наряд на концерте. Все они выглядели жалкими лицемерами. Но одна светская девушка смогла всех переплюнуть. Выдать самое гнусное извинение. Это Ксюша Собчак. Она пишет, что была несправедлива к Маргарите Симонян. А Маргарита оказалась настоящим человеком с огромным сердцем. Это даже круче, чем извиняться перед путинским вором Чемизовым. Там хотя был факт, что сотрудники Собчак занимались вымогательством. Но извиняться перед Симонян это уж совсем лихо. И написала она это в дни 20-й годовщины теракта в Беслане. Трагедия, на которой Симонян построила свою карьеру. В эфире Симонян в разы занижала число заложников, чем злила террористов и подвергала жизнь детей дополнительной опасности. Своими словами Собчак буквально плюнула в души тех, кто потеряла в Беслане своих детей. И уж не зная, что так впечатлило Ксюшу, намекнули, что надо похвалить Боброедку или сама ли прослезилась от этой постановки. Симонян пришла в ту самую школу и прорыдала на три снимающие ее камеры. Но вернемся к ней. Я думал, что после постановки в Беслане ее ждет блестящая карьера в Голливуде. И было бы классно нашей стране от нее избавиться. Но нет. Симонян и ее помойку Russia Today внесли под санкции в США. А также еще Россия сегодня, РИА новости и Спутник. А на двух сотрудников Симонян еще и дело завели. Власти США обвиняют их в отмывании 10 миллионов долларов. Деньги пошли на покупку американских блогеров, которые транслируют кремлевскую повестку. Это целая группа правых консерваторов. У некоторых миллионы аудитории. И они получали деньги из Кремля. Дело громкое. Выступили даже директор ФБР и генеральный прокурор. Вероятно, 10 миллионов это только начало истории и только верхушка айсберга. И вот еще одна прекрасная история. Зрители первого канала наверняка знают этого американца. Это Дмитрий Саймс. Всегда с максимально серьезным видом он рассуждает о геополитике, ругает американцев и встречается с Владимиром Соловьевым. Часто выступает на Первом канале, а еще с самим Путиным тоже встречается. И делает это от души. Ну почти от души, потому что от Первого канала он получает 68 тысяч долларов в месяц. При этом оплачиваются все гостиницы, все перелеты, а еще у него 10 помощников работают тоже за наши с вами налоги. Конечно, Путину выгодно раскачивать ситуацию во всем мире, поэтому он покупает таких пропагандистов. И ему еще особенно выгодно раскачивать ситуацию в Америке. На эти цели могут уходить любые бюджеты, тем более это же не путинские деньги, не Симонян, а наши с вами. В мифологии и фантастике часто встречается понятие эликсира молодости или эликсира бессмертия. Это изобретение, которое тормозит старение, омолаживает и продлевает жизнь. Веками люди пытались изобрести то самое средство. Например, в древние времена этим занимался первый император Китая. Отправлял людей на острова бессмертных и поручил местным алхимикам придумать ему эликсир вечной жизни. Пока его тестировали, перетравили половину императорского двора разными ядами. Да и сам он по итогу умер, потому что регулярно пил пилюли с ртутью. В древней Греции для вечной жизни ели амброзию. В Иране зарастрийцы делали свой собственный особенный напиток. А чем себе планирует продлить жизнь Владимир Путин? Нам еще только предстоит это узнать. В начале года что-то его торкнуло, и он заявил, что России нужен новый нацпроект, отвечающий за здоровье граждан, в том числе за борьбу со старением. Причем исследовать эту область Минздрав потребовал как можно скорее. Ученые медики обалдели от срочности, с которой их попросили прислать наработки. Верю, что это перемены в лучшую сторону. И многие в шутку назвали это причудами стареющего Политбюро. А Политбюро действительно стареющее. Путину в этом году будет 72. Его чиновники медленно, но верно стареют вместе с ним. Их средний возраст подбирается к показателю брежневских времен 55 лет. В анонсированном проекте направлений огромное количество. В том числе технологии по предотвращению старения клеток и печать органов на 3D-принтере. Мне за эту разработку такую премию дадут. И сколько все это будет стоить пока неизвестно. Но я уверен, сумма как всегда внушительная, чтобы и наворовать получилось. Ведь генетикой у нас в стране занимаются только самые близкие Путина. Брат Юрия Ковальчука Михаил, близкий друг Виолончель и одновременно кошелек Сергей Ралдугин, одна из дочерей Мария Воронцова. Они уже получают сотни миллиардов рублей на свои исследования. И вы не подумайте, новый проект совсем не связан с решением проблемы демографии или большого количества убитых на войне. Очевидно, тоже это не коснется. Просто Михаил Ковальчук давний друг Путина и глава института Курчатова. Он помешан на идее о вечной жизни, биологическом оружии и ДНК русского человека. Так что бегал, рекламировал Путину идеи о вечной жизни, скорее всего, именно он. А Путин это все обожает. Заговоры, шаманы, душ во всевозможные труднодоступные места. В общем, нравится все, отчего в ужасе нормальная наука. Но я и не просто так провел параллель с брежневскими временами. Был в Петербурге такой известный исследователь долголетия Владимир Хвенсон придумывал какие-то омолаживающие пептиды. По его собственным рассказам, Брежнев и все главные лица СССР принимали его разработки. На его сайте сказано, что многие представители и нынешние политические элиты ими лечились. Например, Валентина Матвиенко, а еще Алина Кабаева. А вот про Путина непонятно. Хотя Хвенсон называют его личным геронтологом. Но как бы там ни было, в этом году лжеученый помер. Ему было 77 и до 100 лет он не дожил. Хоть и обещал. Это даже немного обнадеживает. Может и Путин не успеет дожить до реально толковых разработок в этой области. 9 тысяч баксов запоседить в Твиттере. Такие расценки сейчас в Бразилии. На неделю Верховный суд страны приказал заблокировать соцсеть, а всем, кто попытается обойти блокировку, грозят конские штрафы. В Бразилии и так много всего заблокированного. Как и Россия, эта страна в лидерах по скачиваниям VPN. Но впервые наказывать будут не только провайдеров, но и людей, которые просто пользуются Твиттером. Я знаю об этих планах. Мы совсем недавно обсуждали это в правительстве. Не будем подкидывать Путину дурные идеи. Тут еще дело вот в чем. Блокировка случилась из-за ссоры хозяина Твиттера Илона Маска и Верховного Судьи. Судья потребовал запретить аккаунты, которые порочат честь бывшего президента страны. На что Маск запретил ему что-либо запрещать и сказал ничего Твиттер делать не будет, ведь это цензура чистой воды. А судья самодур и диктатор. Ах так, подумал судья, да я сейчас вашего юриста арестую. Пришлось Маску быстро свернуть офис в Бразилии. Но он не сдается. Говорит, что будет бороться за свободу слова и даже нашел себе союзников внутри страны. Такая реакция Маску стоит очень дорого. В Бразилии у Твиттера 40 миллионов пользователей. Но хозяин соцсети не преклонен. В конце концов он не первый у кого в разных странах возникают проблемы подобного рода. Павел Дуров осваивается на свободе под залогом. Во Франции ему предстоит провести ближайшие месяцы. Свою дипломатическую помощь ему уже предложили Эмираты и Россия. Хотя Путин делает вид, что вообще с трудом знает, кто это такой ваш Павел Дуров. Он разве не в Москве живет? У нас к нему каких-то претензий не было никаких. Я знаю, что со стороны многих стран претензии были, с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми, какими-то структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью. От помощи малой родины на словах Дуров отказался. Ну, видимо, как и от помощи Эмирата. Справиться своими силами, говорит. Тем более, первые изменения в Телеграме уже начались. Отключили функцию «люди рядом». Дуров обещает улучшить работу платформы, говорит, что Телеграм усердно чистит от разного рода гадостей, и он сделает все, чтобы Телеграм стал более безопасным местом. Ну, посмотрим. Вы точно слышали, что объятия снижают уровень стресса. Ученые провели не одно исследование, где доказали, что их отсутствие может привести к депрессии, апатии. А положительных эффектов много. От снижения тревоги до укрепления иммунитета. А что, если добавить к объятиям лес и деревья? Получается, сильвотерапия это взаимодействие с деревьями на природе. Говорят, даже очень помогает при стрессе и бессоннице. Возможно, с чем-то подобным в своей жизни боролся парень из Ганны, который попал в книгу рекордов Гиннесса. Он обнимался с деревом более суток. Но оказалось, что дело не в стрессе, просто он активист. И сделал это, чтобы привлечь внимание к важности сохранения природы в Ганне. И обещал посадить в стране 1461 дерево. Именно столько минут он и обнимал дерево. После такого стресса, апатия парню точно не грозят. И вы не забывайте регулярно обнимать своих близких, чтобы чувствовать себя лучше. А еще делитесь с ними нашими выпусками, чтобы они тоже знали самое важное за неделю. И поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий под выпуском, потому что с вами был Иван Жданов, и мне это важно. И передача «Самая важная» была в эфире. Увидимся в следующее воскресенье. «Самая воскресенье» «Самая в эфире» «Самая в эфире» «Самая в эфире» » «Самая CTOR» «Самая